С мая прошлого года в Харькове работает лагерь временного пребывания для переселенцев из зоны АТО «Ромашка». За это время здесь пережили ужасы войны порядка 5000 человек. Сегодня в «Ромашке» около 130 переселенцев. Из них 62 живут практически с дня открытия. Это инвалиды-одиночки в большей степени, пенсионеры, 3-4 пары, матеря-одиночки. И это порядка 20 сотрудников вместе с семьями и с детьми, которые здесь работают в лагере и помогают нам администраторы, котельщики, завхоз, который там выдает все. Котел, который в лагере помогли установить благотворители, работает на дровах. Обогревает более 200 квадратных метров помещений. Функционирует он практически круглый год. Чтобы сэкономить потребление электроэнергии, его используют для нагрева воды. В теплую погоду в день сжигают 1 кубометр дров. С наступлением холодов расход увеличивается в два раза. Слове проживания, перед тем, как мы вообще приехали, очень сейчас хорошо. Тепло, очень тепло. Дровами топят. День и ночь горячая батарея, вода горячая. Очень уютно, как дома. Венгерская экуменическая служба помощи передала в лагерь 180 кубометров дров. В «Ромашке» говорят, этих запасов должно хватить на весь отопительный сезон. Консультируясь с местными партнерами, побывав на месте, мы там были, видели и, в принципе, закупили то, что нужно, то, что люди попросили. Но мы сейчас на таком этапе, что сейчас будут изучаться потребности. И то, что реально этим людям нужно, внутренним пожалеем, то и будет покупаться. То есть, мы работаем по такому принципу, и всё покупаем здесь, в Украине. Также в Харьковской области венгерская экуменическая служба окажет помощь ещё одному лагерю для переселенцев. Там поменяют окна и закупят брикеты для индивидуального отопления. В Лозовой, это достаточно далеко, это бывший брошенный военный лагерь с печным отоплением, туалетами на улице и так далее. То есть, ну, там тоже как-то, ну, скажем так, руки не доходят, да, потому что, ну, очень далеко и найти очень тяжело. Переселенцам из Донбасса венгры помогают не впервые. В тёплое время года они передавали продукты питания, средства гигиены и детские товары. С похолоданием изменились приоритеты. Сегодня экуменическая служба помощи занимается утеплением и подготовкой к зиме. Закупают топливо, обогреватели, меняют двери и окна. Помощь оказывают переселенцам, живущим в Харькове, Днепропетровске, Запорожье и Херсоне.